Добрый вечер! Еще раз хочу поздороваться с теми, кто только подключается, кто будет смотреть в прямом эфире, кто будет потом смотреть в записи. Всем желаю хорошего вечера и хорошего просмотра. Мы сегодня продолжаем тему дубликации «Первые шаги в собственный бизнес». Я хочу сразу сказать, что данные вебинары по большому счету рассчитаны и предназначены для новых людей, которые приходят в команды, которые принимают решение работать, которым нужны какие-то рекомендации, которым нужна какая-то помощь. Не всегда спонсор или пригласитель, как мы называем его, знает эти методы, потому что бывает так, что он тоже новичок. И поэтому они вместе приходят, смотрят вебинары, иногда пишут в личку, задают вопросы. Мне приятно, что есть реакция, что люди пишут, что иногда такие есть темы, которые для них оказались новыми, потому что они никогда не были в никаких сетевых компаниях, никогда не работали вот в таком, как сказать, в таком стиле, в котором работаем мы. Сегодня у нас последний день нашего подэтапа 14.2. Мы переходим на 14.3. Осталось еще несколько часов для того, чтобы сделать какие-то подключения, открыть новые какие-то пакеты, может быть, даже закончить регистрацию нового партнера. Но, тем не менее, какие шаги мы делаем дальше и как их делать профессионально, мы продолжаем разбирать. Вся тема дубликации у меня разбита на 8 отдельных вебинаров или, так сказать, на 8 отдельных тем. Иногда я делаю длинные вебинары, когда мы разбираем только одну тему. Сегодня мы поговорим о двух – это будет создание книги контактов и планирование времени. То есть мы понимаем, что в любом деле есть цель, также и в нашем деле есть какая-то цель, и мы разговаривали, разбирали, как правильно ставить эти цели для того, чтобы их достигнуть. Дальше у нас, как наш основной капитал, это наши контакты, это наши партнеры, поэтому создавать книгу, работать с ней тоже нужно уметь правильно. Планировать время, делать телефонные звонки, делать презентацию проекта. Дальше мы рассказываем, разговариваем, разбираем, что такое сопровождение, какое оно бывает правильное, неправильное, как мы работаем с возражениями и что является основным побуждающим фактором вообще для человека, и как его выявить, чтобы он вставал, шёл и действовал, да, что заставляет его действовать. И мы тогда помогаем ему вместе с ней, может быть, выявлять его и мотивируем его присоединиться к проекту и делать какие-то действия уже внутри проекта для того, чтобы достичь своих целей. Так вот, сегодня мы поговорим о книге контактов и о планировании. Очень часто люди спрашивают, почему, когда мы приходим на какие-то семинары, почему, когда мы приходим на какие-то обучения, нас прежде всего, ну, нам дают задание прежде всего написать 100 контактов. То есть вот зачем это надо? И какая вообще от этого польза? Скажу так, писать нужно не 100 контактов, а гораздо больше, а польза от этого такова, что мы, во-первых, вспоминаем людей, знакомимся людей, когда у нас есть цель всё-таки сделать этот список контактов. Берём контакты через третье лицо, потому что это та база, с которой мы будем работать. Это, как говорится, что это наш капитал. В данном случае это наш капитал. И этих 100 контактов, этот вот список, первоначальный список, поверьте, у вас он будет потом гораздо больше, но он заставляет нас немножечко подумать и вспомнить людей, которых мы знаем, с которыми мы давно не пересекались, не разговаривали, не связывались. И когда мы это делаем, и мы делаем это вручную, нам не нужно это в телефон записывать или говорить, да ладно, у меня там в телефонной книге вообще 250 контактов есть. Нет, это нужно ещё и для того, чтобы мы потом в дальнейшем с этими людьми работали и могли делать определённые пометки. И я вообще всегда рекомендую к этим контактам делать список такой на листе и обязательно добавлять две колонки примечаний. Почему две? В первой колонке мы пишем, что это за человек, откуда мы с ним, где мы с ним познакомились, то есть ту первичную информацию, которую мы ему скажем по телефону, когда мы ему позвоним. То есть мы с тобой были там в таком-то городе, вот я ходил в первый класс, или мы с тобой были в детском саду в одной группе, или мы с тобой там на тренировку ходили. То есть откуда у нас знакомство с этим человеком? А во вторую колонку мы обязательно запишем первый результат нашего первого с ним разговора. Это тоже очень важно. То есть получился разговор, не получился, чем закончился этот разговор, о чем договорились, и когда мы будем в следующий раз ему звонить, либо же, может быть, мы ему не будем какое-то время звонить, все зависит от того, до чего мы договорились. Вы уже четко будете понимать, о чем вы поговорили, у вас уже в заметочках будет написано, как прошел разговор, что нужно будет еще, допустим, для следующего разговора. Или человек попросил не беспокоить его полгода, у него какие-то дела, командировка, не знаю, уезжает, улетает, ему ни до чего, ребенок родился, нужно первые полгода вообще, не хочу ни во что вникать, через полгода позвони. То есть чтобы мы лишний раз его не беспокоили. Поэтому мы пишем, здесь записываем вторично, можно сказать, информацию о человеке. То есть результат нашего первого контакта. Дальше мы уже будем понимать, как мы работаем, и мы работаем с этим человеком. Но для начала, когда у нас будет сразу много контактов, когда у нас начнутся первые обзвоны, очень важно делать эти пометки, чтобы мы вообще не запутались. Ну и плюс, почему нужно писать не только 100, но и гораздо больше контактов. Потому что мы должны понимать, что есть такая статистика, что 20-30% нам скажут нет. Это абсолютная норма. Это действительно проверенная статистика. Поэтому если мы делаем 100 контактов, то минус 30 человек – это 70 человек, наших потенциальных членов нашей команды, так скажем. А с другой стороны, к 21 году у каждого человека есть примерно 200 знакомых людей. Это тоже статистический факт. И если мы не можем их сразу вспомнить, то у нас есть целая система подсказок, по которой мы можем вспомнить людей. Сейчас об этом мы будем дальше говорить. Итак, какие есть варианты составления списка? То есть первое мы можем просто взять и записывать всех, кого мы знаем. Мы делим на три категории и вписываем в эти три столбика или там на три листа, да, потому что это будет в виде табличек, людей, которых мы знаем. Пишем имя, пишем телефон, пишем e-mail, пишем любую информацию, которую мы о них знаем. Кстати, даже если вы кроме имени ничего не знаете, записывайте. И вы знаете, Вселенная работает таким образом. Я не знаю, как это объяснить. Вот честно, я не знаю, как это объяснить. Но как только ты вспоминаешь человека, через какое-то время к тебе приходит ещё какая-то информация. Либо ты его встречаешь, либо он тебе сам позвонит, либо встречаешь общего знакомого, у которого можешь узнать его номер телефона. Но что-то происходит там наверху, что-то происходит, что начинает нам помогать. И это проверено, я лично проверила это много раз, но я думаю, что каждый из вас, вот кто сейчас слушает, тоже согласится, что эти ситуации в жизни бывали. Хоть один раз у вас обязательно была такая ситуация, когда ты вспоминаешь человека, и там через два-три дня он проявляется. Вот, поэтому мы записываем в обязательном порядке, записываем любую информацию, которую мы знаем в этот список. Всё, это уже положительная информация. Имя вспомнили уже хорошо. Вспомнили даже, где мы, что мы с ним. Там познакомились, пересекались. Всё, отлично, это уже два плюса. И на какие мы можем разделить их сегменты? На три сегмента. То есть первое – люди, на которых у нас есть влияние, люди, у которых может быть интерес к тому, что мы предлагаем, и следующая категория – все остальные. То есть что значит у нас есть влияние на людей? Это когда мы являемся для них авторитетом. Это когда мы можем прийти и сказать, слушай, ты знаешь, ты меня знаешь, я тебе ерунду какую-то не предложу, потому что я сам 20 раз уже проверил всё это. Есть хороший проект. Я в нём, я работаю, я набираю команду. Кстати, очень хорошие слова. Я набираю команду. Я хочу, чтобы ты был со мной в одной команде. Это очень правильное обращение к человеку, потому что мы его приглашаем не для того, чтобы он на нас работал. Мы всегда говорили, когда мы несём информацию о проекте, мы несём человеку благо. То есть мы несём ему возможность заработать. Мы несём ему возможность поправить какое-то своё финансовое положение в будущем получение пассивного дохода в виде дивидендов. То есть мы несём благо. Мы не идём с протянутой рукой. Поэтому мы к таким людям приходим и говорим, я хочу, чтобы ты был в моей команде, потому что тогда наша команда будет намного сильнее. У неё будет уже два хороших лидера. И поверь мне, это классный проект. То есть тебе стоит задуматься, тебе стоит рассмотреть моё предложение. Вторая категория людей, у которых может быть интерес, это те, которые… Ну, сетевики все сюда подходят, потому что они знают, что это такое. Вы им рассказываете маркетинг. Сетевики даже не будут спрашивать подробности, может быть, самого проекта. Настоящий сетевик начнёт задавать вопросы по маркетингу. Вот. Поэтому у сетевиков может быть интерес. Тем более, что маркетинг у нас очень хороший. Вот. Может быть, у кого-то был мелкий бизнес. Может быть, они закрылись. Кто-то в пандемию закрылся. У кого-то вот сейчас кризис начинается, тоже закрывается, потому что, ну, всё, не идёт дело, да. Эти люди знают, как зарабатывать деньги. Они тоже очень быстро схватывают. Поэтому им это может быть интересно. Именно в виде вот бизнеса, да, сделать акцент на бизнес. Как мы, когда мы говорим о психотипах, мы говорим, что есть люди, для которых очень важно спасать планету, делать добро для людей. Тогда мы очень много рассказываем о проекте, о том, что он несёт людям, человечеству, природе, экологии, что наш проект несёт, да. Когда мы говорим с бизнесменом, мы, конечно же, делаем акцент на бизнес, на заработок, на маркетинг. То есть это тоже очень важно понимать, да. Мы как раз об этом и говорим. Как мы делаем презентацию в зависимости от того, какой побуждающий фактор у человека и от того, к какому психотипу он относится. Ну и все остальные – это те люди, с которыми мы просто поговорим, просто расскажем и уже тогда прощупаем и поймём, как ему предложить, да. Тут мы уже как раз включаем свои способности определить побуждающий фактор у человека, да, и психотип его. Как ещё можно делить список, который мы будем составлять? Это на три сегмента по… как бы на три рынка, да. Горячий рынок, тёплый рынок и холодный рынок. То есть кто у нас относится к горячему рынку? Это наши родные, это близкие, это друзья, которых мы можем моментально вспомнить. Вот прям начинаем писать и прям сразу – это и есть наш горячий рынок. Те люди, с которыми мы очень часто встречаемся, общаемся, которые мы можем в любой момент набрать, номер телефона, позвонить и сказать, слушай, как твои дела, как ты себя чувствуешь, там, как у тебя там твои соревнования прошли, там, как ты куда-то съездил, там, или ещё что-то, да, потому что мы знаем, чем он живёт, он знает, чем мы живём. Вот. Ну, опять-таки, люди, которые интересны нам или люди, которым мы будем интересны, мы. Это тоже мы прекрасно знаем уже, для кого мы авторитет, а кто для нас авторитет, к кому бы мы могли подойти с зак, можно сказать, компетентным советом каким-то, да. То есть вот тоже, опять-таки, если человек нам интересен, если у него есть какой-то опыт бизнеса, то мы тоже можем сказать, послушай, я вот в проекте сейчас, у меня там кто-то, кто-то происходит, или я вот недавно подключился, хотела бы твоё мнение услышать, вот там такой маркетинг, вот вообще вот такой проект, занимается этим, этим, вот такой учёный, да. То есть если у человека был какой-то бизнес, то к нему можно прийти посоветоваться, рассказать, услышать его мнение, да, за мнением прийти. Ну, и, естественно, если его заинтересует, конечно же, присоединить к своей команде. Ну, и вот про влияние мы уже говорили, и про интерес мы уже говорили. Просто эти люди как раз-таки и войдут в наш корячий рынок. Кто такой тёплый рынок? Что такое тёплый рынок? Кто это за, что это за люди? Это те, с которыми мы иногда пересекаемся, иногда общаемся. Да, мы можем им позвонить, но он будет думать и сказать, «О, ты откуда взялся? Как давно ты мне не звонила? А что ты мне звонишь? Там мы с тобой уже год не обнялись, да?» То есть вот это вот тёплый рынок. И здесь нужен особенный подход. То есть здесь, конечно, нужно подготовиться к звонку очень обязательно. Вот. У нас есть один партнёр, который делает очень хорошие успехи. Он известный человек. Не буду, сегодня не буду называть его имя. Он сказал, что однажды у него случайно получилось позвонить одному знакомому. Абсолютно случайно. Вообще не связано было с бизнесом. Когда он перепутал... Имя было Александр-Александр. И он, говорит, думал, что я одному звоню, а попал, нажал кнопку другому. И говорю, «Ой, привет!» И начинаю его спрашивать, «Как твои дела?» «Ну, как ты съездил?» И всё. И он говорит, «Подожди, куда я ездила?» «А как?» И потом выясняется, что говорит, «Ой, я звоню не тому Александру». И он говорит, «Мне этот случай очень запомнился и запал в памяти, что очень легко было разговориться с человеком, с которым ты действительно очень давно не общался, но разговор начался вот с такого вот маленького недоразумения, с такого маленького казуса. Они вдвоём посмеялись. И сразу пошла такая хорошая, позитивная уже волна. И они начали, «Ой, ну ладно, Коля, я к тебе попал, давай расскажи, как и что». И он говорит, «И когда у меня была ситуация, когда мне прямо, ну, очень надо позвонить какому-то знакомому, но я понимал, что я давно с ним не общался, я понимал, что я не знаю, как начать разговор, я понимаю, что мне не хочется выглядеть очень глупо». Говорит, «И я применил несколько раз в своей жизни этот же приём, но уже намеренно». То есть я звоню этому человеку. «Ой, Владимир, привет, ну как вы съездили, как там ваши дела, там купили, не купили, что-то такое?» Вот, и он говорит, «Постой, подожди, кому ты звонишь? Я никуда не ездила, я ничего не должен был покупать». Он говорит, «Да ты что, стой, подожди». «Ой, Владимир, боже мой, я не тому Владимиру набрал». «Ну ладно, Коль, я уже тебе дозвонился, так давно не общались, ну, наверное, это судьба, давай поговорим, как там твои дела». Говорит, «И состоялся разговор». Говорит, «Может быть, это не совсем правильно, я потом признаюсь этому человеку, что я так сделала специально, потому что, ну, прям вот не знал, как тебя набрать». Говорит, «Ну, это работает, это работает, это, ну, такое, знаете, пример из жизни очень, не могу сказать, делайте все так, да, но вот такая ситуация была, и это сработало. Вот, так вот, если вы подумаете примерно, сколько у вас таких людей, вот на вскидку скажете, сейчас назовете какую-то цифру. Вот я думаю, что у меня из теплого рынка есть знакомых, ну, 50 человек я сейчас смогу назвать и записать. Просто имена, мы сейчас не говорим ни о телефонах, ни о чем, просто имена. Я вспомню, наверное, вот так сразу, если сяду и писать, наверное, человек 50 вспомнит, но не больше. Вот. Можете записать себе даже эту цифру, проделать такой небольшой эксперимент. Вот. А потом мы ее сравним, когда поговорим о подсказках. Есть определенные подсказки для того, чтобы наш мозг вспомнил людей. Это первая система, это по ассоциациям. Вот мы пишем список и сами себе говорим, знаю ли я усатых людей, сколько у меня есть знакомых, которые носят усы. И мы начинаем писать. Или бороду. И мы начинаем писать. И поверьте мне, даже сейчас, когда я называю эти приметы, приметы, у вас у каждого в голове всплывает один образ точно. Один человек, которого вы знаете, усатого, у вас уже всплыл. Кто носит очки. Все. У вас уже всплывет сейчас человек в голове, который носит очки. Человек, который хороший организатор, который там всех поднимает, всех мотивирует на что-то. Может быть, у вас есть знакомые, кто лысый, от природы. Либо же взял моду просто брить голову на лысо. Вот никогда не брил, а теперь бреет. Все. Вы можете вспомнить, если такой человек в вашем окружении есть. Может, на сегодняшний день кто-то болеет. Или переболел. Или получал травму не так давно, и вы навещали его где-то. То есть люди, которые не очень хорошо себя чувствуют. Может быть, у вас есть люди, которые хорошо зарабатывают. Или неожиданно хорошо начали зарабатывать. Или выиграли какой-то. Я сейчас значок, вот значок деньги, да, загорелся. И я вам придумываю ассоциации, да, которые мы можем вспомнить просто богатого в нашем окружении. Мы можем вспомнить, кто неожиданно разбогател. Мы можем вспомнить, кто, если есть такие среди наших знакомых, в лотерею что-то выиграл. У него сразу в какой-то момент стало денег. Денег много. Наследство, может быть, кто-то получил. Но это вот все те ассоциации, которые вы можете сами себе придумать. Шутник, позитивщик, неунывающий, который всегда поддерживает вас, всегда приободряет вас. Такие люди в окружении есть? Есть. Спортсмены, победители, победители конкурсов, победители спортивных соревнований, те, которые устраивают какие-то соревнования, эстафеты, зорницы, я не знаю, не дают вам скучать в компании, всегда такие вот заводилы. Вот ассоциации, которые можно самим придумывать сколько угодно и какие угодно. То есть я вам привела несколько примеров, которые уже идут как подсказку, но вы можете сами себе что угодно придумать. И обязательно вы вспомните какого-то человека. И вот когда вы начинаете по ассоциациям дополнять этот свой список, он будет у вас выполняться очень хорошо. Дальше вы можете по внешнему виду сами придумать. Блондинки, брюнетки с короткой стрижкой, с длинными волосами, по чертам характера, по национальности. И пошли придумывать себе категории национальности, и вы тут же вспоминаете людей. Потому как человек относится к делу, либо он лентяй, ничего не делает, и там долго надо просить, либо он быстренько схватывается и всё делает. Стиль одежды, профессии. То есть я уже повторяю, что ассоциации можете придумывать сами. Дальше воспоминания по ситуации. Переходим к ситуации и начинаем. Детский сад, начальная школа, средняя школа, высшее учебное заведение. Мы же сразу вот вспомнили свой институт, и всё. И вы можете визуально вспомнить всю группу. Вот зал, вот как мы сидим, вот как мы друг за другом. Да, я помню, когда я писала список, и мне очень захотелось вспомнить свой класс в школе, где я училась, старшие классы. Потому что я училась в двух школах, в училище и в институте. То есть в моей жизни было четыре коллектива, которые я прям очень хорошо помню. Вот. Я начала со школы, со старшей школы. Потом вернулась в начальную школу мысленно. Я тоже прописала. Ну, среднюю школу я прописала абсолютно точно. Полностью. Всех 32 человека. Большие классы были. Я всех всё вспомнила. И имя, и фамилия, и даже за какой партой сидел. Начальную школу сложнее было. Кого-то я там не дописала, но у нас всего было 26 человек в классе. Вот. В институте я уже заочно учились. Там всех тоже не вспомнила. Ну, наверное, процентов 85. Вот. Училище педагогическое тоже всех девочек абсолютно. Всех 29 человек тоже всех вспомнила. Так наш мозг устроен. Понимаете, если мы только даём ему какую-то правильную ассоциацию, мы сразу визуально видим этих людей вот так прям перед собой. Мы уже прям помним, как они выглядят, потому что они были одеты зачастую. Вот. Дальше преподаватели в школах мы можем вспомнить. Или преподаватели наших детей. Потом опять тренинги, семинары, где мы обучались, куда мы ездили, на какие-то, может быть, экскурсии, может, повышение квалификации, что-то ещё. Вот. Но я называю такие места, где реально очень много людей, когда ты из большого количества, но обязательно кого-то вспомнишь. Ну, и потом пошло путешествие, знакомые в других городах и странах. Кстати, это очень хорошая категория. Если прям вот действительно вы сможете вспомнить несколько человек, это просто идеально. Вы с этими людьми сейчас очень легко связаться. Можно там через Facebook найти этих людей, там ещё через какие-то мессенджеры, да, какие-то Instagram, сейчас и TikTok, и где угодно. Вы можете найти этих людей, во-первых. Во-вторых, рассказывать человеку, который живёт где-то в другой городе или в другой стране о том, чем мы занимаемся, очень интересно, потому что у них такого нет. И если эти люди приходят в нашу команду, то это супер, потому что это ветки в другие страны, это ветки в другие города. И это новый рынок. Есть возможность туда приехать, есть возможность собрать небольшую группу людей, рассказать, сделать презентацию. И когда начинаешь, когда ты перестаёшь работать, вот конкретно по телефону со своими знакомыми, когда ты приезжаешь в такое место, это, я не знаю, откуда-то берётся такая энергия сумасшедшая, и ты с таким удовольствием это делаешь, особенно когда люди приходят, которым это интересно. И вот когда мы этих людей, там прям вспоминаем их лица, привычки, увлечения, мы начнём вспоминать, а с кем он дружил, а с кем он общался, а у него есть очень хороший знакомый, можно будет потом рекомендацию попросить, номер телефона. То есть у нас потом ещё от каждого из этих людей вырастет цепочка. Смотрите, вспоминаем, к 21 году каждый из нас точно знает 200 человек. И вот представьте себе, если вы всё-таки сделали список из 100 контактов, то у каждого из этих людей есть тоже 200 знакомых людей. Это просто безграничное пространство. И вот этот второй уровень или там второй ярус, это уже холодный рынок. Ну, чаще всего, потому что это люди, которых мы не знаем, мы с ними не знакомы. Ну, напрямую не знакомы. Что такое холодный рынок? Это поиск партнёров там, где, казалось бы, их нет, но они там есть, их очень много. Их намного больше, чем тёплый горячий вместе взятый. Работа на холодном рынке – это выход из привычной уютной зоны комфорта. Но нам для нашего роста, для нашего развития это очень нужно. Это очень нужные шаги. Если мы их учимся делать, если мы их делаем, то мы растём и в глазах окружающих, и в собственных глазах. И нам хочется ставить более сложные цели и делать более сложные достижения. То есть это здорово, это классно. Поэтому вообще забываем про то, что у нас есть своя зона комфорта, и мы прямо там засели и в пледик завернулись. Нет, открываем и идём. Хоть на полшага, но нужно из неё выходить постоянно. И каждый раз вот этот шаг, вот эти полшага делать всё длиннее, длиннее, больше и больше. Потому что это очень большое пространство. Это просто неограниченное. Ну и список из холодных контактов, как мы составляем? Мы берём, естественно, вот то, о чем я сказала. Первое – это самое простое рекомендацию третьего лица. Опять-таки в наш список, в первую колонку примечаний мы записываем, что нам дал рекомендацию такой-то, такой-то, такой-то человек. Потом, как мы уже готовимся к разговору, это уже как бы следующая тема. Дальше мы можем выходить на… Бывать в каких-то местах, выходить на людей с конкретными интересами. Да, там какие-то клубы, какие-то, не знаю, посещать там даже те же тренировки. Мы в бассейн мы ходим, понимаем, что там вот люди с какими-то интересами есть. Вот. Потом посещение мероприятий, где можно познакомиться. Вот. Этот метод очень хорошо работает в незнакомых городах, когда вы действительно по-честному в чужом городе, когда вы по-честному подходите к людям, спрашиваете, как куда-то пройти или как что-то найти, какой-то там, не знаю, магазин, выставочный центр, ну, смотря где мы. Да, если мы в Питере, то мы, конечно же, будем искать Эрмитаж. Вот. Очень хорошо подходить на улицы и знакомиться к тем людям, не к тем, которые бегут по тротуару, куда-то спешат, они прямо все в делах, а к тем, которые сидят на лавочке, которые гуляют в парке, люди, которые в спокойном таком состоянии, которые никуда не спешат, у них, они и охотнее пойдут на контакт, на знакомство, ответят на ваши вопросы, расскажут, покажут вам, где что находится. Это я говорю о том, что вы в чужом городе. Вот. И, может быть, даже скажут, а, я прогуляюсь, давайте с вами прогуляюсь, тут недалеко, я вам покажу, как туда пройти. Вот. И все, здесь уже произошел первый контакт, и здесь можно с этим человеком уже завести знакомство. Я не говорю о том, что вы прямо здесь же на лавочке начинаете ему делать презентацию, приглашать его в проект. Нет, конечно. Но это знакомство. А знакомство нужно заводить, потому что они, ну, во-первых, они нужны. Чем больше у нас знакомых людей, друзей, тем мы богаче. Вот. Может быть, где-то можно было использовать списки готовых имен, но сейчас, ну, готовые списки, да, там, может быть, преподаватели в вузах какие-то, вот, открывайте институты, там есть, например, преподавательский состав или еще что-то. Сейчас уже, конечно, нет. И адресных книг нет, ничего нет. Сейчас вся личная информация закрыта, поэтому таких списков вряд ли можно найти. Есть еще опыт у моих коллег, есть опыт работать с объявлениями о продаже автомобилей. То есть люди, которые занимаются продажей автомобилей, это люди практически все, кто занимается малым бизнесом. Вот. Это люди знают, что такое деньги, знают, что-то, как быстро делать деньги, знают, что, как вкладывать эти деньги, чтобы они работали, да. Поэтому вот такие объявления тоже можно, с такими людьми, во всяком случае, тоже можно знакомиться и входить с ними в контакт. В общем, способов очень много, они доступны, они работают, главное вот идти и делать, да, эти списки. И еще очень хорошее выражение услышала для того, чтобы завязался какой-то разговор. Мы часто спрашиваем, чем ты занимаешься. Человек начинает рассказывать, я там тут и тут и тут и тут и делаю, и в принципе нам все понятно. Он сказал, чем он занимается, и все, и нам понятно, чем он занимается. А тут человек ответил, я продаю образ жизни. После этого выражения всегда следует вопрос. Это как? Вот мне это выражение очень понравилось, потому что человек задает второй вопрос, и вы ему уже начинаете рассказывать. И он вас слушает, потому что он задал вам вопрос. Я продаю образ жизни. А это так и есть. Он у многих из нас поменялся, когда мы пришли в проект, у нас у многих поменялся образ жизни, честно скажу. И я знаю, что у кого большие команды, кто сумел их построить, там и качество жизни поменялось. У меня лично качество жизни поменялось. Я раньше как бы не говорила никому. Мы почему-то думали, что ну да, наверное, это надо держать в тайне, деньги любят тишину. Чтобы это не выглядело как хвастовство, но я вам скажу, что я купила квартиру на бонусные деньги. Кроме того, что я сделала большой портфель, мы смогли купить еще одну маленькую, однокомнатную квартиру. Вот. И я как бы горжусь собой, что я это сделала, что я построила команду, что мы работали, что я работаю в проекте, что я беру на себя любую посильную работу, любое посильное задание, потому что я готова делать в проекте все, что угодно, лишь бы быстрее мы дошли до финала нашего заветного. Вот. Еще хочу вам показать книгу контактов мастера MLM, то есть как делают сетевики. Я считаю, что это очень хороший опыт. Они делят книгу на пять колонок. И что мы пишем? Первый порядковый номер, вторая колонка, имя, фамилия, отчество, как человек любит, чтобы к нему обращались, потому что есть люди, которые до сих пор хотят, чтобы их назвали по имени и отчеству. Поэтому мы в обязательном порядке это себе отмечаем. И когда мы будем именно к этому человеку обращаться, там 10 у нас будет без отчества человек, да, а 11 будет с отчеством. И мы пишем, что да, он так любит, он так представился, потому что он там профессор, он там преподаватель какой-то или еще что-то. Дальше мы пишем все контакты, все, какие мы только можем от него получить, где его можно найти, на каких просторах, да, то есть это WhatsApp, Viber, Telegram, все мессенджеры, номер телефона, e-mail, все, что мы можем, мы все-все-все записываем о нем. Четвертый оконтакт, колонка, это информация о человеке, то есть профессия, какой-то род деятельности, какие-то увлечения, хобби, семья, муж, животные, знак зодиака, дата рождения, все, что можем. Это все пригодится, потому что любое знание из этих помогает вам позвонить и начать разговор. Мы говорили, что всегда очень важно первый контакт, чтобы он произошел, вот этот контакт, чтобы человек захотел с вами разговаривать. Поэтому вам нужно очень много информации о человеке знать, сделать комплимент, посовет, поинтересоваться, как прошло, допустим, соревнование, он ездил с собакой с вами на соревнованиях. Вот он собачник, он прям сумасшедший. Эти люди очень любят, когда их расспрашивают о их питомцах, о достижениях их питомцев, они могут часами рассказывать. Поэтому если вы запомнили или записали себе, что у него есть питомец, который участвует в каких-то выставках или соревнованиях, этому человеку будет очень приятно, если вы поинтересуетесь, как прошло, какие успехи, какие новые, может быть, какие-то достижения есть у питомца, ну или у детей, да, то есть мы записываем все. Обязательно, чтобы мы понимали, чем живет этот человек. И тогда у нас происходит очень хороший контакт с этим человеком. И пятая колонка, она самая важная, это они называют касание, да, то есть первое, мы всегда записываем, где мы с ним познакомились, если мы ему звоним, вот то, о чем я говорила, первая колонка наша в нашей обычной книге, в нашем обычном списке. Кто этот человек, откуда у нас контакты, где мы с ним, то есть мы напоминаем ему о себе. Вот. Дальше, назначенные встречи. Как прошла встреча, когда следующая наша встреча, что мы должны на эту встречу подготовить, что мы ему пообещали предоставить, принести, очень важно, чтобы ни одно из своих обещаний, ни одно из своих договоренностей мы не нарушили. Тогда мы будем профессионалом, и мы будем очень компетентно выглядеть в глазах нашего собеседника. Он тогда поймет, да, с ним можно иметь дело, я могу с ним идти в бизнес. То есть это очень важно. Ну, естественно, вот о звонках, когда мы пишем договоренность, мы пишем время, дату, и кто кому звонит. Самое главное, поверьте, самая большая ошибка, давай созвонимся через три дня. Всё. Это значит, вы ни о чём не договорились. А вы такие, ну как, мы уж договорились созвониться через три дня. Поверьте, вы ни о чём не договорились. Если вы не позвоните, вам могут не позвонить. Если вы позвоните, вам могут сказать, ой, прости, мне сейчас некогда. Но если вы сказали, давай, типа, позвони мне завтра. Вот. Давай я звоню тебе в четверг. Во сколько ты будешь? До скольки работаешь? Во сколько удобно? После семи. Хорошо. В 19.15 в четверг звоню тебе я. Договорились? Договорились. Всё. И, пожалуйста, в четверг 19.15 вы набираете. Здравствуй, мы с тобой договорились, что мы сегодня в 19.15 с тобой созваниваемся. Вот я тебе звоню. Всё. Тут уже, понимаете, вы подчеркнули, мы с тобой договорились. Человек дал слово. Вы реально договорились. И здесь уже разговор состоится. Качество разговора, какой он будет, длинный, не длинный. То есть это уже, опять-таки, второстепенное. Главное, что разговор состоится. То есть там уже зависит от того, что вы обещали, что вы будете говорить и до чего вы там договоритесь. О чём вы договорились? До того, о чём будет ваш следующий разговор. Но самое главное, когда идёт договорённость, очень важно проговорить всё. Дату, время и кто кому звонит. И в каком мессенджере вы позвоните. Я тебе по телефону позвоню или давайте в WhatsApp наберу. Накануне даже можно, если вы, допустим, человек живёт в другой стране или в другом, ну да, в другой стране, и вы будете с ним, допустим, разговаривать через интернет, вы можете там за 15 минут до разговора написать ему небольшую смс, через 15 минут я тебе звоню. Да, вы просто напомните ему о себе. Тоже очень хорошо, потому что он реально, может быть, даже и забыл, что он с вами обещал выйти на связь. Поэтому это тоже очень важно. Ну и когда у нас уже этот список большой, это я уже как бы забегаю вперёд, мы начинаем делать звонки, назначать встречи, то когда мы видим весь этот список, мы же примерно уже, если это горячий или тёплый рынок, мы примерно уже знаем категорию характера людей, да, насколько человек позитивный, насколько этот человек лёгкий, насколько с этим человеком легко разговаривать, а вот с этим не очень легко разговаривать. И тогда мы начинаем первые свои звонки, первые, да, кто-то говорит там 10 звонков в день, кто-то говорит 5 звонков в день. Это тоже вы чисто, под свой комфорт, так скажем, выбираете, сколько там вы будете звонков делать, но мой совет, не звонить всем подряд прям по вашему списку. Посмотрите глазками этот список и выберите из него людей, которые приветливые, открытые, активные, которые желающие обучаться, которые внимательны, с позитивным настроем, те, которые вам доверяют. То есть сделайте свои первые звонки легким людям, легким. Это будет ваш старт. И вот самые подходящие для старта люди, это вот такие легкие люди. Либо это сетевик, с которым вы можете спокойно там по душам поговорить, сказать, слушай, тут классно, я тебя приглашаю, тут классный маркетинг, там, давай встретимся, тебе все расскажу. Да, но те люди, с которыми вот вы уже наперед можете себе дать какую-то там гарантию в больших-больших процентах, что разговор будет положительный. Даже если человек скажет нет, но он не испортит вам настроение, он не сломает вас, потому что очень тяжело, когда вот мы новички, я сама с этого, ну, через это проходила, очень тяжело, когда у тебя один говорит нет, второй говорит нет, а третий говорит, что опять в какую-то пирамиду залезла, а в 15-16 году я бы не сказала каждый второй, я, наверное, сказала, два из трех говорили, да вы что, да это пирамида, да вы куда пошли, чертежи вам показали, сказали, что построят, да потом еще будут продавать и вам прибыль, да вы никогда в жизни из чертежей не вылезете, да вы вот так с игрушками останетесь, да я никогда в жизни не поверю, что это можно построить, вот, поэтому нам было реально очень сложно, сегодня, это уже совсем другая история, потому что, когда мы рассказываем, чего мы достигли, как мы вот там вот мы ездили и в этом, в Мариной горке, и как мы в Шарже уже ездили, но это совсем другое дело, понимаете, вот, но тем не менее, очень многие люди, которые только начинают на старте, вот эти вот негативщики могут их обломать, прям сломать могут, вот, поэтому очень вам советую, рекомендую начинать с легких людей, это прям такое, знаете, как заповедь, да, не начинайте с тяжелых людей, если у вас уже есть какой-то большой список, вы обязательно там, в этом списке найдете хороших и добрых, открытых людей, вот и все, вот, теперь, это что касается по списку, да, по списку, как мы его составляем, как мы с ним начинаем работать, теперь, что касается времени, чтобы эффективно вообще работать, мы должны понимать, что время это невосполнимый ресурс, и сейчас еще есть такая теория, что все в нашем мире движется гораздо быстрее, и в сутках, там, чуть ли не 20, а то, где-то я слышала, вообще 16 часов, если их сверить со старым временем, там, не знаю, 100 лет назад, 200 лет назад, ну, эту теорию обсуждать не будем, ее можно спаривать, вот, и как они это проверяют, тоже непонятно, но то, что мы, чем старше становимся, тем нам кажется, что время летит быстрее, это правда, это так и есть, и мы должны еще понимать, что мы не можем его экономить, мы не можем экономить, мы не можем набрать это время, сложить коробочку, потом открыть, вытащить и использовать, его нельзя экономить, его можно просто потратить другим образом, его можно потратить на вещи с большей ценностью, то, что нам принесет больше пользы, и вот тут как раз включается планирование, мы должны четко понимать, как пройдет наш день, что мы хотим успеть сделать в этот день, что, как нам удобнее распределить свои дела друг за другом, для того, чтобы без потери времени, да, чтобы это все было, как сказать, продуктивно, вот, и есть даже такое правило, называется правило 6P, это правильное предварительное планирование, предотвращает плохие показатели, да, нам же что нужно, нам нужны хорошие показатели, нам нужна продуктивность, какая цель планирования, повышение собственной эффективности, поэтому вот эти показатели как раз таки будут улучшаться, если у нас будет все распланировано, вот, что значит тратить время на задачи высшей важной ценности, мы должны понимать, за что нам платят, это условно, за что нам платят, то есть что нам конкретно приносит доход, и делать именно это, да, вот, потому что кто-то, может быть, на конвейере стоит, или там у него смена, вот смену от работы, получил определенное количество денег, и все, и ты понимаешь, что от тебя вообще ничего не зависит, да, а у кого-то конкретно от его продуктивности, от его эффективности зависит оплата, и вот в нашем проекте, в нашем случае, это как раз от нашей эффективности зависит наш доход, да, поэтому мы должны понимать, четко для себя уразуметь, за что нам платят, и заниматься именно этим делом. Очень важно еще про вредные и полезные привычки, да, то есть мы, нам нужны вредные привычки, они нас обедняют, обедняют наше сознание, наше энергетическое поле ослабляют, вот, а полезные привычки, обогащающие привычки, они приносят нам только пользу, поэтому мы тоже должны понять, вот у каждого человека есть привычка, мы можем сказать, мы без привычек, нет, мы не без привычек, у каждого есть и хорошие, и плохие привычки, привычка сидеть в интернете и просматривать ролики, и посмотреть 100 роликов, и потратить на это 2 часа, потом поднять глаза, и не вспомнить уже даже 5 роликов назад, что я там посмотрел, да, вот это есть, это самое, это уже болезнь века, можно сказать, болезнь нашего десятилетия, Это тоже очень вредная привычка, потому что это такая пустая трата времени, и мы сейчас этого не осознаём, и, может быть, осознаем, когда будем намного старше, когда мы увидим, как нам мало осталось, и что какой большой отрезок остался уже там. Но ещё есть такое представлять себя эффективным. Когда мы представляем себя эффективным, мы тогда понимаем, какие дела нам нужно запланировать и сделать в обязательном порядке. Есть такая небольшая игра воображения. Если вы представите, что работодатель послал за вами человека с камерой, который должен целый день снимать на видео, как вы проводите свой день, для того, чтобы посмотреть, как много вы делаете полезных дел и как много вы теряете время попусту. И, исходя из этой плёнки, которую запишут, человек будет принимать решение, ваш начальник будет принимать решение дать вам эту должность, которую вы хотите получить, или принять вас на работу, или нет. Что вы будете делать, если вы будете знать, что за вами ходит камера, которая должна показать, какой вы эффективный работник? Естественно, вы будете в этот момент делать только самые правильные дела. Вы будете делать быстро, точно, чётко, качественно вы будете делать эти дела, потому что вы понимаете, за вами наблюдают, вас снимают, вас будут оценивать. Так вот, если вы сможете научить себя представлять эффективным постоянно, то вы постоянно сможете прямо мысленно быстро фильтровать, так, нет, это я не буду делать, это я бы не хотел, чтобы кто-то видел, что я вот так вот попусту трачу время, да. То есть, как только вот эта ваша игра воображения научится, ваше воображение научится играть в эту игру, вы сможете каждый день написать план, и в этом плане будут только полезные дела. Вот. Чем ещё это полезно? Тем, что, во-первых, когда у вас есть записанный список дел, то вы чётко можете представить, что вы сделаете первым, что вы сделаете вторым, что вы сделаете третьим. Если это ещё связано с каким-то передвижением, то мы тут же, такой, знаете, логистический фактор включается, но мы понимаем, что если нам надо пойти в один магазин, который находится, вот, допустим, в правом квартале, а потом в магазин, который в левом квартале, а потом в магазин, который находится немножечко дальше, но тоже где-то ближе к правой стороне, то, конечно же, мы не пойдём сначала в правый квартал, потом в левый, а потом в тот магазин, который подальше, но на правой стороне, правильно? Мы пойдём в правый квартал, в тот магазин и потом обратно. То есть, ну, как логистика вообще составляет маршрут и там перевозок и всего остального. Точно так же с нашими делами. Когда мы видим весь перечень дел, то мы тоже можем тут же посмотреть, что нам нужно поставить на первое место, что на второе, что на третье. Да, конечно, они могут быть по важности и по времени исполнения иметь, ну, свою классификацию, но это мы тоже сразу видим, когда у нас весь список уже написан. Вот. И тогда мы понимаем, что я вот это всё могу сделать гораздо быстрее, потому что они у меня уже все прописаны дела, у меня ещё останется время на что-то полезное, на хобби, там, не знаю, почитать или ещё что-то, потому что читать, отдыхать, может, просматривать или прослушивать какие-то обучающие тренинги тоже нужно в обязательном порядке. Вот. Ну, для этого мы должны чётко представлять свои цели, что для нас важно, какая цель, куда мы идём, что мы должны сделать, что мы должны преодолеть для того, чтобы дойти до своей цели. Поэтому тоже можно составить список там каких-то десяти главных целей, это так, глобально, да, от большего к меньшему или от долгосрочного к срочному, и тогда мы сможем выстроить свой путь, как мы будем идти к этой цели, да, это мы вот говорили. И тогда мы сможем планировать каждый этап, каждый день, каждую неделю, да, но мы должны понимать, куда мы движемся в конечном итоге. Тогда проще составлять план. То есть это всё то, что нам, те факторы, которые помогают нам составить эффективный план. Мы же сейчас не говорим чётко, просто утром проснулся, у меня там сегодня семь дел, я сейчас их напишу и сделаю. Мы сейчас говорим о плане, допустим, карьерного роста, о плане, как нам заработать какую-то определённую сумму денег, потому что, может быть, у нас есть цель такая вот, как у меня, например, да, купить квартиру, вот, или купить машину, или поменять машину свою, или, допустим, брали подержанную, хочу теперь из салона. То есть исходя из этого, мы планируем свою работу, и, конечно же, мы потом планируем каждый свой день. Вот. Ну и там на целях, да, мы сосредотачиваемся на самое важное. Ещё в наших делах есть, в наших списках дел всегда есть что-то, что нам больше нравится сделать, что-то, что нам не нравится, но очень надо. Так вот, такие дела, которые нам не нравятся, которые нам тяжелые, на которые мы очень долго думаем, я их называю лягушками. Я почитала, есть такая теория у Брайана Трейси, научиться действовать по принципу съесть лягушку. И я вот этими лягушками называю самые неприятные дела. В чём заключается теория? Что сейчас, если первым делом вам нужно, вы должны с утра съесть живую лягушку, утешением может служить то, что это самое плохое, что может произойти с вами за сегодняшний день. То есть самое тяжёлое, самое неприятное, но очень важное дело дня мы делаем в первую очередь. Всё, это даст заряд бодрости на целый день, это гора с плеч, это столько будет после этого энергии у вас, но главное взять и сделать. Поэтому если вы понимаете, вот в моём списке сегодня есть лягушка, всё, я буду делать это в первую очередь. Это помогает, это даёт энергию потом выполнять следующие дела по списку. Очень важно понимать, что есть такое понятие, как прокрастинация. При планировании нужно об этом думать, потому что когда мы... Вообще, что это такое? Это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений до последнего момента. И это всё приводит к очень негативным последствиям. Во-первых, нам тяжело, у нас всё время грустно, у нас какой-то. Мы не можем веселиться, мы не можем радоваться, потому что мы понимаем, «Боже мой, у меня есть дело, которое мне так не хочется делать». Это тоже, вот это как раз-таки лягушки нас заставляют прокрастинировать. Это то, что мы не хотим, не можем по разной причине. Может быть, надо сделать звонок человеку, который... Ну, такой негативщик, что он даже слово «алё» говорит с какой-то отрицательной энергией. И вы понимаете, что «ну мне надо позвонить, мне надо с ней поговорить». Поэтому мы, понимая это, осознавая, что это наша лягушка, ставим это на первое место. Потому что у нас и чувство вины, и, может быть, и мучение. Вот это постоянное, что мы не можем это сделать. С этим явлением мы тоже все знакомы, мы очень с этим явлением знакомы. Я думаю, что когда мы были студентами, вы были студентами, вы с этим сталкивались постоянно. Когда мы ничего не делаем, не делаем, не делаем, а потом перед сессией начинается... Это мы учим, в последнюю ночь мы пишем курсовую работу и всё такое. Но это сложно. Да, я понимаю, мы напряглись, мы всё равно это сделаем, но это неприятно на самом деле. Есть ещё один такой закон трёх. Опять-таки, для того, чтобы планировать какие-то эффективные дела, мы должны об этом законе тоже знать. Что из всех наших знаний, умений, навыков, только три составляют 90% вашей стоимости, нашей стоимости. То есть только три навыка, три умения, три основных знания могут нам приносить хороший доход. Самая главная задача – определить эти три дела и посвятить им большую часть своего времени. Заниматься именно этими навыками, знаниями и умениями, чтобы они приносили нам пользу. Как их выявить? Вот прям для себя. Вот, допустим, для вас сейчас это вообще китайская грамота. А я не знаю, какие у меня есть дела, которые… Мои дела, которые могли бы мне принести пользу. Задайте себе три вопроса. Первый вопрос. Если бы я целый день мог заниматься только одним делом, какое дело принесло бы мне больше всего пользы? Из того, что я умею? Второй вопрос. Если бы я мог заниматься только двумя делами, какое дело было бы вторым, приносящим больше пользы? И третий вопрос. Если бы я мог заниматься только тремя вещами, какое было бы третьим, приносящим больше всего пользы в моем бизнесе? И таким образом вы поймёте, какие у вас есть умения и навыки. И тут же вы поймёте, что вам хочется больше всего делать. Потому что знаете, да, что человек, который хорошо зарабатывает, но работа ему не нравится, он ходит на работу и делает это только потому, что он хорошо зарабатывает. Потому что ему за это хорошо платят. Но если человек хорошо зарабатывает, ему хорошо платят за работу, которая ему нравится, которую он умеет делать, любит делать, делает с удовольствием, это счастливый человек. Ещё мы говорили, что если мы фрилансеры, кто работает сам на себя, можем своё хобби превратить в свой бизнес, мы тоже будем счастливыми людьми. Потому что мы будем работать на любимой работе. Вы знаете, есть даже очень много тренингов, каких-то семинаров, которые называются «Как уйти с нелюбимой работы». То есть предполагается, что у нас очень большой процент людей, которые ходят на работу, делают и получают деньги за то дело, которое им не нравится. Поэтому если мы найдём что-то, что нам нравится, и что мы умеем очень хорошо делать, и сделаем это своим бизнесом, это вообще просто замечательно. Говорю, мы будем счастливыми людьми. И главное правило этого закона трёх – делать меньшее количество дел, но делать более важные дела, отодлить на них больше времени и совершенствоваться в каждом из них. То есть смотрите, пример. Если, допустим, менеджер устраивается на работу, он должен обладать тремя навыками – нанимать, обучать и управлять. Если это продавец, он принимается на работу, что он должен сделать? Он должен сделать предложение, провести хорошо презентацию и совершить сделку. Вот очень просто. Три навыка, которые характеризуют профессию и работника делают эффективным. Всё. Дальше всё остальное для работодателя не нужно, потому что конкретно этот бизнес, эта должность требует вот этих трёх навыков. И, естественно, если менеджер умеет провести собеседование, выявить какие-то плюсы в человеке, обучать его, и какую-то там слабинку у него есть в управлении, ну вот не может он там управлять персоналом, то он может пойти посовершенствоваться, он может идти поучиться, подучиться немножечко, потому что он понимает, что этот навык ему очень нужен. Этот навык – это третий навык, который будет приносить ему большую пользу. И вот это значит будем совершенствовать. То, где у нас слабинка, мы будем совершенствовать. И вот таким вот образом мы для себя тоже можем выявить, что нам нравится больше всего. Смотрите, если взять реализацию себя в нашем Skyward Community, в нашем проекте, конкретно в нашем институционном фонде, чем мы здесь занимаемся вообще, в чём состоит вообще наша работа. Вот мы и делаем команду, мы приглашаем людей, мы привлекаем инвестиции. А что мы именно делаем? Приглашаем на вебинары, организовываем встречи, презентации, организовываем телефонные переговоры, ведём их, делаем конкретно презентацию. Но кто-то их организовывает, а кто-то делает эту презентацию. Проведение вебинаров, мотивация, приглашение в бизнес, методы работы со структурой, кто-то знает, очень хорошее. Презентация маркетинга, потому что кто-то умеет технологию презентовать, а кто-то умеет очень хорошо маркетинг презентовать. Работа с возражениями, заключение сделок. Вот те навыки, которые нужны в нашем бизнесе. И мы понимаем, что-то из этого мы можем делать уже обязательно из этого списка, что-то мы делаем лучше, что-то мы делаем хуже. Очень хорошая практика, я её тоже практиковала, и своим членам команды, своим лидерам, говорила, что не берите сделать всю эту работу сразу одновременно на одной встрече. Может быть, даже коперируйтесь. Вот у тебя есть человек, который ты хочешь пригласить, и у меня есть человек, которого я хочу пригласить на встречу, чтобы рассказать о бизнесе. Давай, я хорошо умею делать презентацию, я умею человека смотивировать, то есть выявить его основной побуждающий фактор, поговорить про мотивацию, и я умею хорошо говорить о маркетинге. Но ты пригласи, организуй нам эту встречу. У тебя хорошо получается работа с возражениями, поэтому вот тут же, как только начнутся какие-то возражения, я буду молчать, а ты тогда поработаешь с возражениями. Хорошо, хорошо. То есть давай я буду делать то, что я хорошо умею, а ты будешь делать то, что ты хорошо умеешь. То есть это тоже очень... Во-первых, мы друг у друга учимся. Во-вторых, мы приглашаем людей, мы не утомляем весь вечер только монологом каким-то, чтобы только один человек там грузит. И в-третьих, это полезно для нас. Мы можем проявить себя в том, что мы умеем делать лучше всего, и это тогда, естественно, будет больше эффективность. Прекратить делать маловажные вещи. Это, знаете, научиться говорить просто слово «нет». Слово «нет» говорит людям, которые любят просто так там поболтать ни о чём, вещам всяким, делам всяким, которые отнимают наше время. Потому что это слово, оно очень полезное. Оно несёт, на самом деле, очень много пользы и высвобождает нам неожиданно много времени. Можно даже составить рейтинг занятий под названием «Я больше никогда не буду этого делать». И пропишите сами для себя. Там я никогда не буду открывать телефон утром, только я проснусь, это моя болезнь сегодня. Потому что я знаю, что мне много пишут, я знаю, что я выключаю звук телефона на ночь, я знаю, что утром я включаю, и там во всех мессенджерах будет целая куча вопросов. У меня уже есть такая привычка взять телефон и ещё не вылезя из-под одеяла, не сделав никакую зарядку, не выпив чашку кофе, уже начинать отвечать на эти вопросы, которые пришли от партнёров. И таким образом получается, что, во-первых, тратится время, во-вторых, ты всё равно к тому вернёшься, потому что где-то нужна какая-то статистика, где-то нужна информация, которой у тебя нет в постели, нет у тебя в голове. Но между этим ты ещё откроешь какой-то канал, какая-то ерунда, там ещё что-то, ещё что-то. Я всегда себе говорю, я должна встать, сделать зарядку, позавтракать, только после этого открыть телефон, там, e-mail или компьютер. Поэтому я даже писала себе и вешала на шкаф большой лист «Не включай телефон». Вот я открываю глаза, он у меня говорит «Не включай телефон» или там «Не бери в руки телефон». Потому что я не знаю, как по-другому себя ещё заставить. Поэтому если вы тоже можете сделать себе такой рейтинг таких дел, осознать, что вот именно это у меня отнимает время, и оно не приносит никакой пользы, напишите, повесьте себе где-то. Пусть это какое-то время будет перед глазами, как напоминание. Ну и плюс, как сказать, разные виды планеров. Кто-то может просто список дел писать, кто-то любит по времени расписывать, кто-то любит каждый день, кто-то прям сразу на неделю. То есть они разные, каждый себе подбирает как ему угодно. То есть тут нет каких-то определённых рекомендаций. Вот делайте прям вот так, и так, и так. Просто планируйте. Просто руководствуйтесь вот этими принципами. Как планировать. Не забывайте никогда цель, что у нас есть цель. У каждого дела есть цель. Есть цель дня. У планирования есть цель, для того, чтобы мы были эффективными. Повышение своей эффективности. Поэтому записывайте дела, и очень важно отмечать то, что уже выполнено. Какой бы ни был у вас список, большой или маленький, очень важно отмечать те дела, которые мы выполнили. Кто-то там их вычёркивает, кто-то маркером их там обводит, кто-то галочки ставит. Но главное, чтобы мы в этом списке визуально видели, сколько дел мы уже сделали. Для чего это нужно? Каждое законченное дело становится источником энергии, энтузиазма и уверенности в себе. Я молодец. Я это сделал. Я сделал уже 50% из своего списка. Дальше. Занимаясь этим на регулярной основе, вот сделали и порадовались, похвалили себя, мозг запоминает вот это состояние счастья. Потому что это действительно, это своего рода состояние счастья. Я молодец, я это сделал. У меня вот это сделано. Это выж... Когда, как мы говорим, когда мы знаем, что на нас висят невыполненные дела, это нас угнетает, а выполненные дела нас радуют и дают нам силу. Вот. Поэтому мозг запоминает вот это состояние счастья. У нас начнёт развиваться положительная зависимость. Нам будет хотеться на завтра опять написать список дел и опять выполнить его и отметить всё, что я сделал. И тогда появляется желание ставить гораздо большие цели, больше плана и выполнять более сложные задачи. Вот у нас будет тогда мотивация, у нас будет желание выходить из зоны комфорта, ставить себе задачи повышенной сложности и выполнять их. И вот таким образом, даже через простое планирование, через простые списки дел на день, у нас будет происходить рост, внутренний личностный рост. Это очень важно. Поэтому я желаю вам, чтобы у вас у всех получалось, чтобы у вас у всех было желание планировать, записывать и чтобы у вас у всех вот это выполненные дела приносили вам вот такую вот радость и восторг, чтобы все росли, чтобы всё получалось. Я благодарю вас за внимание. Но вот есть ещё одно такое практическое задание. Я думала говорить, не говорить, потому что я об этом часто говорю. Но те люди, которые в первый раз слушают, вам было бы очень полезно попробовать это сделать. Взять, составить список примерный. Как вы тратите 168 часов, из которых состоит наша неделя? То есть сколько времени за 7 дней у вас уходит на сон, на различные процедуры? Если есть дети, то на занятия с детьми. То есть что вы делаете? Просто отвозите их в садик, забирайте из садика. Либо вы дома посвящаете ему какое-то время, либо и то, и то. То есть сколько времени уходит на детей, на общение с родителями? На еду. Сколько времени вы кушаете? Ну, просто посчитать. Допустим, я кушаю полчаса. У меня завтра полчаса, обед полчаса, ужин полчаса. Значит, полтора часа в день я просто поглощаю еду. Умножаем на 7 дней и видим, что частично какое-то время в неделю у нас уходит просто, чтобы кушать. А если мы еще готовим для семьи, то мы приплюсовываем еще это время. То есть если мы где-то работаем, сколько времени мы едем на работу? Сколько времени мы там проводим? Сколько времени мы тратим, чтобы вернуться домой? То есть все, что у вас идет в этой вот неделе, все, что вы делаете, все ваши дела, все пропишите. Но обязательно напишите спорт, прогулки, занимаетесь ли вы спортом. Есть ли у вас время на прогулки? Сколько времени вы на свежем воздухе находитесь в день? Находите ли вы время в неделю для отдыха, для хобби, для друзей, для общения с друзьями? Соцсети. Если вы проводите время в соцсетях, обязательно напишите. Этот пункт уже просто неотъемлемый. Кстати, у меня в соцсети почему-то не зашли, именно в соцсети. Я их не люблю. Я где была зарегистрирована, удалилась. Где-то не удалилась, там само все удалилось. В общем, меня нет в мессенджерах. Может быть, только в Фейсбуке. И то только потому, что через Фейсбук захожу в некоторые места, потому что забыла пароль. И меня идентифицируют через Фейсбук, и я тогда могу зайти. Вот. То есть обязательно напишите, сколько времени вы в соцсетях, потому что у меня это очень маленький треугольничек, и меня он очень радует. Вот. И потом вы сможете составить диаграмму. На компьютере это делается очень легко. Вы составите диаграмму, и вы увидите. Вы даже от руки можете примерно, да, сделать вот такой вот рисунок, и вы увидите, сколько времени у вас на что уходит. Вы тут же увидите, сколько времени у вас уходит на какие-то дела, которые на сегодняшний день вдруг вам покажутся абсолютно неважными, ненужными, а у меня столько времени в неделю на это уходит. Вот. И потом можно составить такую же диаграмму, как бы вы хотели распределять это время, потому что вдруг у вас выяснится, что вы совсем не посвящаете время детям, семье, родителям, что вы звоните родителям один раз в неделю, а было бы хорошо хотя бы каждый день, если вы живете далеко друг от друга, но не вместе, да, то раз в день позвонить минут на 10 хотя бы. А у нас вдруг в диаграмме мы увидим, что это 5 минут в неделю. Я там звоню маме, да. Вот. Поэтому можно составить вторую диаграмму, где вы отметите, как бы вы хотели тратить эту свою неделю, это время. И вы получите вот две такие диаграммы, и вы увидите, какую секцию вам надо уменьшить, а какую вам надо увеличить, чтобы получилось желаемое. И вот тут как раз таки вы сможете попланировать правильно. Вы сможете в свои планы внести коррекции. Здесь вам как раз планирование очень поможет. То есть они друг друга взаимовыручат, да. Вы увидите, как вы тратите время, вы увидите, как бы вы хотели тратить время, и планирование вам в помощь, чтобы добиться желаемого. Вот. Теперь я точно с вами прощаюсь. До следующего четверга. В следующий четверг мы поговорим о телефонном этикете и о навыках коммуникации. То есть как мы общаемся, с кем мы общаемся. Посмотрю, может быть, какие-то скрипты найду. Прямо как начинать разговор. Это тоже очень важно. Вот. Поэтому все. Благодарю вас за внимание, что сегодня были со мной, потому что сегодня по техническим причинам перенесли вебинар на полтора часа позже. Вот. И те, кто досидел до конца, спасибо вам. И буду очень рада, если вы получили какую-то полезную для себя информацию. Все. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok